приступаем к вязанию шляпки у меня машина 3 класса пряжа махер букле и эластан набираем по сорок шесть петель в розовом полотном плотность 6 шляпка будет вязаться двойной провязываем ряд справа налево и тут же переходим на частичную с правой стороны 3 иглы в переднее нерабочее положение вяжем половинку клина провязываем один ряд со стороны каретки 1 иглу пмп с противоположной стороны каретки действие зеркально повторяем провязываем со стороны каретки 1 иглу пмп с правой стороны 3 иглы в переднее нерабочее положение в работе 39 провязываем слева направо с правой часть 5 ряд с правой стороны в работе оставляем 36 углов две игры в переднее нерабочее положение одну иглу со стороны каретки в переднее нерабочее положение с левой стороны действие зеркально повторяем провязываем один ряд со стороны каретки 1 рабочее положение с правой стороны оставляем 32 иглы в работе провязываем один ряд слева-направа со стороны каретки одно иглу пэмп с левой стороны действие зеркально повторяем 3 иглы бледнее нерабочее положение провязываем 1 ряд со стороны каретки 1 вид наvene нерабочее положение С противоположной стороны каретки в работе оставим 29 игл. Провязываем ряд слева направо. Со стороны каретки 1 углу в переднее нерабочее положение. С левой стороны действие зеркально повторяем. Провязываем ряд со стороны каретки 1 углу в переднее нерабочее положение. С противоположной стороны каретки 1 углу в переднее нерабочее положение. 1 углу в переднее нерабочее положение. Слева действует зеркально. Повторяем. Отставьте в рабочем положении 13 игл. Остальные в переднее нерабочее положение. Провязываем ряд. 1 углу со стороны каретки в переднее нерабочее положение. провязываем 1 в четырнадцатом ряду с левой стороны оставьте в рабочем положении один из них одну страну каретки в пмп с правой стороны 11 и бутербург провязываем одну страну каретки в пмп с левой стороны 8 игл в работе провязываем 1 справа пмп с левой стороны в работе 6 игл провязываем ряд 1 иглу в работе слева в пмп 19 ряд на счетчике 5 игла в работе слева с правой стороны 1 пмп с левой стороны в работе 1 группы правой стороны слева минус 1 справа одна игла в пмп обвиваем справа обвиваем с левой стороны вводим рабочее положение 2 иглы обвиваем правой стороны 2 иглы вводим в передние рабочие обвиваем с левой стороны 26 ряд в работе вводим в рабочее положение по шестую иглу слева выполняем обвив с правой стороны действия зеркально повторяем по шестую иглу вводим в рабочее положение провязываем ряд выполняем обвив с левой стороны вводим рабочее положение 2 иглы в работе слева 28 ряд 8 игл провязываем обвиваем с правой стороны две иглы вводим рабочее положение 8 в работе провязываем обвиваем с левой стороны вводим рабочее положение 11 имею ввиду одиннадцатую от 0 обвиваем с правой стороны по одиннадцатую иглу вводим в рабочее положение завязываем обв yahoo и слева страны вводим рабочие положение под тринадцатую иглу включите уровень провязываем и обвиваем по тринадцатую иглопив вводим рабочее положении завязываем обвий С левой стороны вводим в рабочее положение по двадцать девятую иглу. Провязываем. С правой стороны введите в рабочее положение по двадцать девятую иглу. Провязываем. Обвиваем. С левой стороны введите в рабочее положение по тридцать пятую иглу. Провязываем. Обвиваем. С правой стороны введите в работу по 35 иглу. Провязываем, амбреваем. С левой стороны введите в рабочее положение одну иглу. Провязываем и выполняем амбрев. С правой стороны введите в рабочее положение одну иглу. с левой стороны видите рабочее положение иглы по 39 включительно провязываем выполняем обвив с правой стороны введите в рабочее положение иглы по 39 с левой стороны в рабочее положение увидите иглы по 43 включительно провязываем выполняем обвив с левой стороны по 43 иглу увидеть иглы в рабочее положение слева видите все иглы в рабочее положение провязываем с правой стороны все иглы увидите в рабочее положение в сорок пятом ряду мы закончили выполнение одного клина следующие 7 клинив свяжите абсолютно аналогичным образом после чего петли перенесите на брусовую плату возьмите двустороннюю клеевую ленту и прежде чем петельным швом закройте целиком двойную шляпку клеевую ленту приметайте по центру вот таким образом приметайте ее просто по центру потому что когда вы уже соберете петельным швом проложить ее не будет возможности она нам создаст необходимую жесткость собираем петельный шов отвернув бросовое полотно ходим в центр петли откуда вышла нить и выходим в центр следующей петли стежок проходит по лицевой стороне образуя изнаночную петлю таким образом мы сейчас закроем клеевую ленту которую пол прокладывали по центру и потом она просто проклеится при отпаривании после того как шов выполнен приступаем к окончательному формированию край макушку подтягиваем шляпку складываем пополам иглу протягиваем как мы собираемся складывать вдвое таким образом протягивая окончательно формируем пока эта масса связанные с эластаном не отпарен и посмотрите вот такая огромная шляпа получилась закрепляем стягиваем с противоположной части остаток нити затягиваем вовнутрь надеваем шляпку на форму и начинаем отпаривать смотрите как она сжимается а здесь помните проходит двусторонняя клеевая лента которая как раз фиксирует после того как отпарили с одной стороны шляпку выверните на другую сторону я не буду говорить в данном случае на изнаночную потому что выглядит она одинаково со всех сторон и то же самое проделайте с другой стороны теперь остается выполнить оформление для нашей шляпки плотность 00 в работу вводим 8 игл по верхней игольнице и 8 игл по нижней игольнице положение игольниц h на плотности 00 выполняем наборный ряд и навешиваем груз каретку устанавливаем на круговое вязание плотность 66 и вяжем 380 рядов вижу я по-прежнему с уластаном и так на плотности 66 вяжем 380 рядов прямо в конце переведите все петли на бросовую нить провязав несколько круговых рядов снова возьмите двустороннюю широкую паутинку и зафиксируйте ее приметайте буквально к закрытому краю и приметайте к противоположному концу планки не затрагивая краевые петли теперь наша задача вывернуть планку на другую сторону а теперь петельным швом соединяем в круг будущий ободок для шляпки украшение отпариваем и заодно она проклеивается благодаря двойной паутинке которая внутри надеваем на шляпку и фиксируем у нас остается вот такой хвост который мы складываем вот в такой небольшой бант